Здравствуйте! Самые заметные события жизни Хабаровска в программе «Город сегодня». Одну из городских развязок продиагностируют. Речь идет о путепроводе на Ленинградской в районе Восточного шоссе. Специалисты обследуют объект, чтобы понять, насколько изношены конструкции и какой необходим ремонт. В прошлом году рабочие обнаружили серьезные разрушения, которые удалось ликвидировать. Сейчас развязка не представляет опасности, но реконструкция все равно нужна. Скейт-парк открыли в северной части города. Это уже вторая площадка для скейтеров и роллеров в Хабаровске. Первая находится в парке «Динамо». Новый скейт-парк обустроен на территории парка «Северный». Рампы, горки и фан-боксы, на которых спортсмены будут делать трюки, выполнены из высокопрочного бетона. По информации мэрии, при строительстве объекта учитывались пожелания экстремалов. Народные коллективы со всего Дальнего Востока соберутся в Хабаровске. Церемония открытия Всероссийского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов состоится 7 июня в Краевом театре драмы. В отборочном этапе примут участие представители из 10 регионов Дальнего Востока. На сцене театра драмы будут исполнять народные песни и музыку. Также предусмотрена номинация «Народный танец». Победители отправятся на заключительный этап фестиваля в Москву. Коммунальная авария произошла в Краснофлотском районе Хабаровска. С такого сообщения началось утро городской диспетчерской. Из-за повреждения трубопровода без холодной воды остались жители домов по улицам Полярной, Руднева и Авроры. Кроме того, водоснабжение прервалось и в расположенном рядом частном секторе. Коммунальщики приступили к ремонтным работам, о сроках их окончания пока не сообщается. Проблемы с горячей водой этим утром в городе также были. Из-за повреждений на трассах 8 домов оказались отключены от горячего водоснабжения. Возникли перебои и со светом. На улице Воронежской произошло возгорание воздушной линии. Из-за этого без энергоснабжения остался один дом по адресу Воронежская, 133. В течение вторника Хабаровская гороэлектросеть вела ремонтные работы. Специальные конструкции устанавливают на хабаровские колодцы. Они должны защитить люки от воров и, как следствие, предотвратить несчастные случаи. Подготовлено около 400 стальных крышек с секретом. Подробности у наших корреспондентов. Хабаровские энергетики устанавливают антивандальные люки на колодцы. Конструкция такова, что открыть крышку можно только специальным ключом. Новшество должно защитить муниципальное имущество от преступников, которые воруют чугунные люки, чтобы сдать их на металлолом. Впрочем, специалисты признают, что даже специальные крышки можно при должном старании украсть. После несчастного случая в переулке Дежнево, где в открытый люк провалился ребенок, рабочие начали массовую проверку всех люков в городе. Семилетний пострадавший до сих пор находится в реанимации. Люк отсутствовал на колодце по причине кражи. Завеление в милицию мы подали. На предприятии издан приказ. Мы сделаем внеплановый обход и внеплановый инструктаж. С начала года только с колодцев муниципальных тепловых сетей украли 180 люков. Обо всех открытых колодцах энергетики просят сообщать в диспетчерскую по номеру 004. Чаще всего люки воруют на Амурском бульваре. Там было принято решение крышки приварить. В колодцах часто ночевали бездомные. Как бы опасно. Здесь же температура высокая. Затопление могло бы порвать, погибли бы люди. Звонки о парящих и открытых колодцах поступают в диспетчерскую ежедневно. В течение нескольких часов специалисты должны отработать заявку и установить новый люк. Обращений на отсутствие крышки на колодце в переулке Дежнево, по словам энергетиков, не поступало. Александра Романова, телеканал «Губерния». Солнечная погода установилась в Хабаровске. А значит, автолюбители города смогут помыть машину без опаски, что ее зальет дождями. В Хабаровске автомоек много и практически везде очередь на помывку. Зато можно приехать по записи. В среднем обычная мойка Козова обойдется в сумму от 250 рублей до 600, в зависимости от того, какого размера автомобиль. Также в городе становятся популярными мойки самообслуживания. Туда записи нет, все по живой очереди. Стоимость за возможность помыть свое авто собственноручно начинается от 100 рублей. Цена рассчитывается в зависимости от времени мытья. Моешь дольше, платишь больше. Помимо помывки машины, есть и другие обязательные ритуалы. Например, замена масла в двигателе и расходников. Поменять масло, конечно, можно самостоятельно. В этом случае заплатить придется собственно за масло, которое продается либо на разлив, либо канистрами. В этом случае цена может начинаться от 1700 рублей. Если же вам проще обратиться за помощью к автомеханикам, то здесь ценник будет повыше. В среднем автосервисах за масло с заменой берут около 3000 рублей. Бывает и дороже. Ну а поменять фильтры в Хабаровске стоит в среднем 1000 рублей. Театральный железнодорожный состав прибыл из Улан-Удэ в Хабаровск. Большими гастролями по Дальнему Востоку театр оперы и балета Бурятии отмечает свой 80-летний юбилей. На хабаровской сцене артисты представят классические произведения и новое прочтение балета «Талисман». Репортаж Станислава Михайлова. Разгрузить и поднять на сцену десятки тонн света ящики и костюмы. К такому объему декораций театральные лифты готовы не были. Много будет ящиков с костюмами. 36 ящиков с костюмами привезли. Два ящика с балетными пачками. Ну и декораций много. Станки, то есть эти вот подиумы, ступени к ним. Мягкая декорация. Работы предстоит много. В день премьеры все должно пройти безукоризненно. Японская звезда балета Марихиро Ивата дает последние наставления в балетном классе. В труппе Бурятского театра более 50 артистов. Они в форме, в тонусе. И как раз внутренне раскрываются. Поэтому я доверяю нашим артистам, чтобы наш спектакль будет такой восхитительный, духовный. Балет «Талисман» гремил еще на советской сцене. Восточная сказка о первой любви. Бурятские артисты представят новую постановку известного балета. Тонкое сплетение классической русской школы балета и восточного колорита. Солирует прима театра Анна Петушинова. Я хожу в себя. Коплю энергию. Много раздумываю, много думаю. Чтобы выдать уже на сцене полностью все себя. Опера «Рига лета», как и балет «Талисман» на хабаровской сцене будет впервые. Постановка спектакля народного артиста России Юрия Лаптева прозвучит на оригинальном языке. Перевод с итальянского будет транслироваться на экране. Нынешний наш приезд – это своеобразное подтверждение творческого знакомства. Во-первых, мы привезли еще и другие спектакли. В этот раз я надеюсь, что зрителям хабаровска понравится. Гастролями теперь уже по родному Дальнему Востоку театр отметит свое 80-летие. С 4 по 9 июня артисты будут блистать на сцене музыкального театра. Станислав Михайлов, телеканал «Губерния». Вы смотрите «Город сегодня». 117 лет назад в Хабаровском общественном собрании выступил заезжий фокусник «Живи вильон». Событие по тем временам грандиозное. И это исторический факт. По большей части на рубеже 19-20 веков общественные собрания проводили литературные, музыкальные вечера, новогодние елки. То есть так называемые разумные развлечения или благопристойные. Проводила свой досуг в общественных собраниях и хабаровская знать. И, кстати, за приятное и полезное времяпрепровождение необходимо было платить. На увлечениях богачей различные организации неплохо зарабатывали. В битве за публику каждая старалась удивить зрелищным представлением. Так впервые на Дальний Восток пригласили иностранного заезжего фокусника Жуви Вильона. Ничем особым он не прославился, но для хабаровчан это было настоящим открытием. Выступление фокусника собрало немало публики. И этот факт даже был отражен в исторических летописях города. В среду в Хабаровске выступления фокусников не планируются, зато есть много других мероприятий, которые хочется посетить. Вот некоторые из них. Хабаровская краевая филармония завершила музыкальный сезон, однако готова показать зрителям закулисье. Работники подготовили экскурсию для детей, волшебное путешествие в Королевство музыки. Участников проведут по концертному закулисью и познакомят с клавишными инструментами, органом, роялем, клавесином. Ведущая – музыковед Ирина Батраченко. Экологическое шествие пройдет по Хабаровску. Акция посвящена Всемирному дню окружающей среды. Участники шествия пройдут по улице Муравьево-Амурского. Планируется участие около 500 человек. Это школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования. Колонны будут празднично оформлены. Участники пройдут с плакатами, будут выкрикивать экологические лозунги и девизы. Акция начнется в 10 утра с парка «Динамо». На этой неделе любители русского языка празднуют 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Во дворике Дальневосточной научной библиотеки состоится посвященное этому мероприятию. Интерактивный литературный проект получил название «Пушкинский дворик». В программе выставка рисунков по мотивам произведений поэта, чтение его стихотворения, бордовские песни, викторины. Начало в 17 часов. Вход для всех желающих свободный. Это была программа «Город сегодня. Жизнь краевой столицы в событиях, людях в цифрах». Информационная служба телеканала продолжает свою работу. Увидимся в городе. Счастливо! Счастливо!